Мы не должны опустить руки. Урок 20-го года, когда нам казалось, что все хорошо, все схвачено. А нет. Поэтому надо работать. Вот 20-й год прошел, референдум наступил, блестяще отработали. Мнение в том числе зарубежных, не к чему приспиться. Провели идеально, но и дальше руки опускать не надо. Война идет, дорогие мои, война идет, а рядом горячая война. И вы видите, как против нас работают. Вот я обзоры читаю, они уже выходят, вот сегодня мне доложили, на МЧС звонят, в МЧС, матери еще там кому-то, работнику МЧС. Вот ты пойдешь в Украину, погибнешь. Слушайте, тысячу-двадцать раз говорил о том, что нет у нас планов воевать в Украине. Но тема горячая, белорусы на генетическом уровне приемлят войны. И вот они за это сейчас начали цепляться. Мы должны красиво на это отвечать. Разумно в советские времена не только о пропаганде говорили, но и о контрпропаганде. И на это надо реагировать спокойно, но только не оправдываться. Вот сегодня целая делегация от беглых поехали в Украину. Что поехали? Поехали добровольческие отряды посещать и формировать для войны в Украине. Так кто в Украине сегодня реально воюет? Ну и потом, не забывайте, вот то, что сейчас шквал пошел по зарубежью, я смотрю, белорусам. НАТО вчера обсуждали, Беларусь будет тянута в войну. Вот она будет воевать. Это не зря делается. Таким образом готовится общественное мнение, чтобы нас туда втянуть. А нас в войну можно втянуть только одним способом. Если против нас начнется агрессия. Если против нас начнут воевать. Поэтому я держу ухо востро. Когда я это читаю, я вызываю военных, доложите, что происходит там, там, там. Что происходит на северо-западе, что на западе. Все ли мы видим? Мобилизовали ли все? Разведка как работает? Спасибо.